Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что из вашего сообщения не очень понятно, вот то, что с вами происходит. Это какой характер имеет? То есть, вы пишите о том, что у вас крутится голова, началось непонятное состояние. Крутится голова, холодеет руки и здравится, что вы упадете в оборок. Значит, смотрите. У вашей ситуации есть, как бы это сказать, несколько объяснений. У вашей ситуации есть несколько оснований. Первое. Это чисто медицинская сторона вопроса. То есть, понимаете как? А вы месяц назад начали испытывать какие-то негативные ощущения, негативные эмоции, переживания. И это может быть связано в первую очередь с тем, что у вас обострилось, например, какое-нибудь заболевание. Например, переизбыток кислорода, который вы можете наблюдать при выходе на улицу, вполне может провоцировать такую реакцию в вашем организме. Возможно, и другие факторы. Это может быть нагрузка на вас, когда вы начинаете идти, может быть что-то еще. Понимаете? И в таком случае вам я рекомендую обратиться к врачу, в частности к неврологу, для прохождения обследования в этой части. Может быть, вам назначат что-то еще, потому что мы не медики. Вот, может быть, вам назначат что-то еще. Для чего? Чтобы исключить физиологическую сторону процесса. Это действительно очень-очень серьезно то, что с вами происходит. И нужно иметь все варианты в виду. Это аспект первый. Теперь дальше. Если говорить про, значит, психологический момент, то здесь все таково, что, исходя из вашего сообщения, не очень понятно, чего именно вы боитесь. То есть, боитесь ли вы именно, например, страха? То есть, боитесь ли вы, например, того, что вы упадете в обморок, допустим? Или этот страх того, что вы можете упасть в обморок, продиктован вашим состоянием именно физическим? Вот этот момент, он не очень ясен. То есть, бояться упасть в обморок при вашем состоянии вполне нормально. Но, если это состояние у вас начинается в результате какого-то страха, то, простите, этот страх нужно прорабатывать. И, безусловно, он начался у вас месяц назад, этот страх, если он действительно имеет место быть. И нужно детально анализировать, что с вами произошло, ну, вот, скажем, этот месяц назад. Что с вами произошло такого, что спровоцировало данную реакцию вашу на ситуацию? Вот, когда и если это будет понятно, когда и если эта ситуация будет ясна, тогда можно будет говорить о том, что вам делать. Пока, ну, не очень понятно, что вы испытываете. Потому что вы не сказали, что, например, я выхожу на улицу и начинаю испытывать страх. Я выхожу на улицу и я начинаю, например, бояться людей. Вы этого ничего не пишете. Просто вы выходите на улицу, у вас начинает грузиться голова. В любом случае, месяц назад с вами что-то произошло. Либо произошло еще раньше, но забылось. Вообще-то это соберно. Если физиологическая сторона отпадет, то тогда нужно будет только анализировать, что с вами происходило, и, исходя из этого анализа, пытаться вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам на данный момент такой рекомендации и направлением. Увы, больше из вашего текста нельзя что-либо порекомендовать. Если у вас остались вопросы, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok